Добрый вечер. Это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Еще раз напоминаю того, кому мы обязаны нашим названием нашей программы – Мишель Фуко. И вы знаете, Фуко, исследуя основы современности, основы нового времени, пишет, что оно начинается с такой санитарной гигиенической процедуры. Государство неожиданно решает убрать с улиц всех, кто мешает нормальности, всех, кто мешает дисциплины. А именно, это умалишенные, которых заключают в дома, это в дома презрения, это дети, которых всех, так сказать, заключают в школы, это бездомные, которые, опять-таки, заключают в приюты. То есть государство зачищает улицы для того, чтобы установить порядок и организовать некую рациональную жизнь. И вот с тех пор уже практически 300-400 лет современные общества живут по вот этим вот законам открытым Фуко. То есть всякую ненормативность общество убирает с улиц. Но, тем не менее, она никуда не девается. Она существует в своих каких-то маргиналиях на краях, она ютится в каких-то дырах. Где-то эти институты более обеспечены государством. А где-то там, где государство отворачивается от этих людей, они живут, собственно, без какого бы то ни было презрения. И сегодня мы позвали доктора Лизу, Елизавету Глинку, исполнительного директора фонда «Справедливая помощь», которая, собственно, общается с этими людьми, со всеми теми отверженными, с теми униженными и оскорбленными, о которых много уже столетий писала русская литература, и сейчас которые почему-то оказались отторгнуты нашей жизнью. Добрый вечер, Елизавета. Здравствуйте. Добрый вечер, Елизавета. И мужчины – это огромный пласт, о котором никто не хочет брать интервью и говорить, и делают вид, что их нет. А бездомные – это очень удобный контингент, потому что он на улице, потому что они доброжелательны, потому что они позволяют себя снимать и делятся своими проблемами. Поэтому нет, не только бездомные, но я, конечно, готова вам рассказать о них. Ну, понятно. Ну, я думаю, что мы поговорим о всех этих категориях отверженных людей и о том, насколько им удается, насколько им возможно помочь. Ну, о бездомных сначала. Я больше всего наслышан из того, что я считал в прессе. Вот здесь у нас рядом с нашей студией Павелецкий вокзал. Вот это ваше еженедельное у вас там идет кормление их? Да. Раз в неделю по средам с пяти вечера до семи вечера я кормлю, мы оказываем первую медицинскую помощь. Остальные дни они приходят в подвал около метро Новокузнецкой. Где тоже вы для них готовите? Нет, я готовлю для них ежедневно зимой. То есть это с октября по апрель, а с апреля по, соответственно, октябрь они мне получают, ну, знаете, как я называю, сухой паек. То есть я не варю его ежедневно. А почему такая концентрация этих людей возле вокзалов? Что дает вокзал? Вокзал дает возможность переночевать в теплом месте. Это первое. То есть само помещение вокзала? Само помещение вокзала. Это не очень хорошо контролируется, там, милиция, они знают, знаете, там, у нас же большие вокзалы. Ну, и в-третьих, это мировая тенденция, потому что большинство бездомных живет на вокзалах. Так или иначе они откуда-то прибыли? Безусловно. Безусловно. 90% бездомных, живущих на вокзале, это граждане Российской Федерации. 10% это люди из бывшего Советского Союза. Скажите, а у них нет, вот у тех, кто приезжий, у них нет больше какой-то этнической солидарности, что им община не дает вот так вот пропасть? Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что, вы правильно сказали, я работаю с изгоями, да, которые даже, в общем, своя этническая община, она и отвергла. И вот то, что я вижу у себя, это такое подобие Советского Союза, где все друг другу братья, крайне редко у меня бывают этнические конфликты, крайне редко. А сами они друг другу помогают? У них есть какая-то взаимовыручка? Я всегда ставлю пример, когда позапрошлой зимой два бездомных принесли на руках третьего, от метро Шабловского до метро Павелецкого, чтобы вложить его в больницу. Медицинская помощь, какая вообще возможна для этих людей? Это в зависимости от того, чем они страдают. Бывает, что это первичная обработка раны, или ожога, или отморожение, или госпитализация по жизненным показаниям, либо госпитализация плановая. Но они госпитализации, их принимают в больнице? То есть у нас есть какая-то норма, какая-то квота социальная? Да. Больше того, бездомные, согласно федеральному закону, имеют право получить полис при условии их регистрации в приютах города Москвы или еще где-то. А сколько из них, какой процент из них зарегистрирован? Ну, вот вы знаете, я толкаю все сто процентов. Наверное, половина регистрируется. Половина регистрируется. У вас, вот ваши, которые к вам ходят, они зарегистрированы все? Да, обязательно. А в приютах какая-то, кроме ночлега, что-то для них обеспечивается? Какая-то кормежка, первичная помощь? Это самая сложная тема, знаете, это городские приюты. Потому что я очень разделена, и я слышу, с одной стороны, восторженные отзывы, как бы сказать, хозяев приюта, которые говорят, что у нас все есть. С другой стороны, половина из них бежит оттуда и не хочет там оставаться. А кто этими приютами заведует? Это городская служба? Да, это город. Это город. Где они находятся? Один в Лену, самый крупный, мужской приют и женский. Второй в Марфино. Есть приют Филимонка для инвалидов. Он как раз неплохой, они хотят туда попасть больной. То есть более-менее они все на окраинах? Да. Что стратегически, на мой взгляд, совершенно неправильно. Потому что они оттуда... Во-первых, подумайте, как ему зимой без документов, без соцпатруля. Да. Приют ведь рассчитан не на то, чтобы вас туда доставляли, как в милицию. Правда? Своим ходом добираться. А приют, чтобы ты мог прийти и сказать, у меня вот такая ситуация, я пройду сынобработку, у меня случилось то-то и то-то, я потерял деньги или семью, квартиру. Все, что с ним происходит. И тогда он поступает, подсчитает, что это тоже хоспис, только социальный. А как, по вашей статистике, как в основном становятся бездомными? Кто эти люди? Больше половины – это освободившиеся из тюрем, которые сели при Советском Союзе, а вышли вот сейчас и продолжают выходить. Потому что вот эта система после отбывания наказания, которая должна была как-то работать или хотя бы обучить их жить в новой жизни, она совершенно развалена. Абсолютно. То есть тюрьма остается таким как бы институтом стигматизации и маргинализации? Абсолютно верно. Она выбрасывает уже… Она выбрасывает таких, знаете, людей, которые потеряны, но которые бравируют своим прошлым. Это их часто единственный жизненный опыт, потому что если они по малолетке сели и потом, как они говорят, первоходы, многоходы, знаете, и они ничего другого не знают, и когда здесь ничего не ждет их, в общем, они становятся бездомными, и опять они становятся, знаете, все-таки такими ведущими. Они вливаются, у меня нет очереди для уголовников бывших и для людей, которые нуждаются. Они как-то вместе, но, в общем-то, руководят, да, руководят люди сидевшие. Они открытые, они более отзывчивые. И, знаете, они, наверное, испытали или, наоборот, не испытали, ну, в зависимости, кто какой был на зоне, роль лидера. И вот пытаются эту роль лидера взять на себя, во всяком случае, я это вижу на улице. Мне интересно, что вот когда Алексею Навальному был объявлен приговор, пришли пять бездомных, которые не так давно освободились, и они сказали, ну, ты понимаешь, что мы прокурору позвонить не можем, но мы можем позвонить на зону, если ты скажешь, в какой зоне он будет. Я говорю, а с какой целью? И они говорят, ну, чтобы нормально приняли. Нормально приняли. Там вообще в этой среде распространены, она управляется вот этими вот понятиями? Или это просто люди, они себя как бы ставят в качестве лидеров, они являются лидерами, и вот эти вот понятия... Это зависит, это зависит, насколько давно человек освободился, и, наверное, все-таки, по какой статье он сидел. Вот, и если статья была с длинным сроком, как ни парадоксально, они более... Вот они по понятиям. А когда маленькие сроки, они по беспределу. О жизни московских бездомных и всех тех отверженных, кого мы не хотим видеть или просто не замечаем на наших улицах, мы говорим с исполнительным директором фонда «Справедливая помощь» доктором Лизой Елизаветой Глинкой. Мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер. Говорим сегодня о бездомных, говорим сегодня об отверженных, о больных раком, о тех, кто живет, доживает, можно сказать, в хосписах. Говорим с доктором Лизой Елизаветой Глинкой, исполнительным директором фонда «Справедливая помощь». Елизавета, а вот я пытаюсь представить жизнь, ощущения бездомных, вот, скажем, горькие на дне. Насколько эти коллизии, насколько эти ситуации, их быт совпадают с тем, что было сто лет назад, если смотреть Горького? То есть там могут быть свои актеры, свои сатины. У меня больше певцы. У меня бывший оперный певец есть, у меня есть, не поверите, бывший прокурор. У меня четыре бывшего журналиста. Вот, и, ну, ясно, они не потеряли. Какие это судьбы? Вот как они оказались в такой жизненной ситуации? Это же уже не тюрьма. Смерть. Потери жилплощади? Сначала, в первую очередь, это развод. По каким причинам, неизвестно. Вообще большинство уже бездомных мужчин. Вот если касаться вот тех, кто, профессия, которую я вам перечислила, после развода, это кредиты неуплаченные, это квартирные махинации обманутые. Здесь сразу приплюсовывается огромное количество пожилых людей, которые подписали сделки, которые недействительными явились. Вот, и дальше уже идут психически больные. Вот такая вот компания. Вот я вам сказала, половина это освободившиеся люди и половина бывшие. Психически больные какой процент составляют? Порядка 20. Рядка 20 процентов. В принципе, вот люди, которые вот в эту вот социальную маргиналию попадают, насколько... Ну, вот я здесь хочу разобраться с такой urban legend, городской легендой, с такой мифологией, что они все так или иначе как-то психически больны, что вот их собственная неадаптивность их выталкивает за пределы общества. Вы согласитесь с этим? Или вот именно 20 процентов, 80 процентов абсолютно психически здоровые люди? Ну, я не соглашусь. Мне кажется, это мы немножко психически больны вот с их стороны, да, потому что мы не принимаем их. Вот для кого-то ведь это просто образ жизни. Правда, это выбранная дорога. То есть некоторые выбирают быть бездомными? Да, да, бродяги. Они, вот это бродяги, настоящие бродяги, которые, знаете, старину были путники. Ну, вот у нас сейчас бродяги. Но, тем не менее, как вы скажете, это городская легенда, она приравняла всех и обозвала коротким словом «бомж». Ну, это стратегия самооправдания какая-то, вроде как мы все говорим, что они выбрали это и тем самым снимаем себя ответственность. Они сами виноваты, вы понимаете, она самая удобная, тогда можно сказать, показать пальцем, да, никто его не заставлял брать кредит, никто не заставлял платить за операцию, не надо было изменять жене или мужу, да, надо было следить за своими детьми. У меня есть женщина, которая вышла на улицу, сошла с ума от горя, которая утонул ребенок, она не следила за ребенком на озере и так далее, и так далее, вот. Это самая легкая, самая подлая позиция. Насколько возможно их реабилитация, вообще возвращение в общество, то, что они обретают нормальное жилье, получают работу, вот среди ваших подопечных есть такие случаи? Моих надо реабилитировать, наверное, порядка полугода, вот. А половину надо лечить. Лечить от чего? В разных учреждениях. От туберкулеза. Причем лечить от туберкулеза насильным. Ты говоришь, что ты размножаешь бомжей. Я не размножаю их, я как раз склонна. Мы даже закупили тесты и готовы закупить флюорограф, чтобы исследовать их, толкаем их туда. Потому что, особенно люди, которые болеют туберкулезом на улице, не зная об этом, они заражают очень много народу. А кого-то лечить в психиатрической клинике, если он опасен для других и для окружающих. Насколько распространял алкоголизм? Практически все пьют, так или иначе. Ну, пьют, но не обязательно алкоголики. Да, совсем не обязательно алкоголики. Ну да, это же вопрос экономики, еще надо найти им деньги. Вопрос еще, что они пьют. Ну да. Это вопрос, что они пьют. Вы знаете, что я безуспешно борюсь с алкогольным лобби. И моя мечта, вот это запретить дешевые алкогольные напитки, вроде виноградного дня. То есть напиток после недельного употребления, который маленький. Вот это спирт, сахар и вода. Плюс это подкрашено все фиолетовым цветом. И они не ходят от этого. То есть они падают. Это страшно. Ведь запретили сейчас какие-то коктейли из оборотов. А это самое дешевое. Стоит он... Ну, я точно дешевле молока. Вот. Двухлитровая бутылка. То есть рублей, рублей пятьдесят, да? Где-то так. Это доступно, это калорийно. Это согревает, это от плохих мыслей отводит. Чем они вообще живут? Вот день бездомного. Чем он наполнен? Какая вот экономика в основном жизни? Основной источник дохода? Сдают бутылки. Раздают листовки. Подрабатывают курьерами. Вот мало кто. То есть даже много курьеров. Часто, что вот приехал такой курьер, вроде с виду, и часто он при этом не является бездомным. Да. Да. Потому что вот у меня есть места, телефоны, куда звонить. Курьеры часто требуются. Не все курьеры бездомные, но часть бездомных курьеров. Это точно. В цветочных магазинах и так далее. Подсобные работы. Вот на вокзалах, наверное, да, может быть? На разгрузке вагонов. Это самое распространенное. Где живу, там работаю. И там и сплю. А моют вагоны. Они потом моют, что-то под рельсами вычищают. Мужики что-то грузят. Какие-то товарные вагоны. И вообще вот на вокзалах бездомных очень много работают. Потому что они даже приходят в этих своих жилетах в оранжевых, знаете? К вам, к вам. Да, покушать. Поесть. Да, и понятие работы на вагонах, оно очень распространено среди них. Много ли из них занимаются попрошейничеством? Практически никто. Крайне редко. Во-первых, потому что мало подают. Во-вторых, все попрошейки. И, знаете, инвалиды, просящие подаяние, как правило, все находятся под контролем. Либо смотрящего, а, соответственно, уже и милиция, и все. То есть это очень трудно. Попробуйте сесть на коляске, к вам моментально подойдут. У меня таких не бывает. Никто не верит. Мне приводили несколько раз их с улицы. И они сбегали, ну, буквально через пять минут. Потому что показывают. Приводили люди. И они говорили, вот она собирает на ребенка, на больного. Вместо истории болезни мы нашли разрозненные листки пищебумаги, в которой ничего больше не было. А остальные двое, как только увидели дверь, они моментально рассосались и никогда больше не появились. То есть это просто какие-то жулики, которые себя изображают. Это просто жулики. Это не жулики. Это, как вам сказать, это работа. Это другая работа, о которой я не знаю. То есть это целые семьи, которые, наверное... Ну, это криминальный бизнес. Они все под контролем. Они говорят, что очень опасно. Они говорят, что очень опасно. И вот как-то ваш коллега один даже пытался взять у так называемого афганца, просящего между дорогами интервью. И он на него согласился. И он сказал, что хорошо, давай я тебе к доктору Лизию отведу. И моментально появились двое людей, которые с этой корреспондентой стали говорить, так, давай, деньги плати. У него два часа простое. Вот просто не стесняясь. У меня действительно нет нищих. У меня есть бедные. А малоимущие семьи, они тоже к вам приходят? То есть у них есть какое-то жилье, но при этом нет денег на пропитание? Да. Это квартплаты высокие. Вы же знаете, когда получали трехкомнатные квартиры или были кооперативные квартиры, те, кто боятся сдавать или обменять свои квартиры, они платят, да, даже со скидкой. У них очень много денег уходит на оплату квартиры. Плюс лекарства, которые не входят в бесплатный перечень. Лекарства, которые полагаются. А со всей Москвы приезжают? У меня 165 человек. Ну, что эти малоимущие. Это только по Москве. А всего сколько у вас питаются, ночуют? Ну, ночевки у меня нету. Ночевки у меня нету, кушать. Если считать по порциям, 200. 200 человек. Да. Замы 200-250 в день. А вообще, как вы оцените количество этих людей в Москве, которым нужна такого рода помощь? Как стремительно растущие. Последние годы, да? Да, последние годы, много. Все благополучие до них никаким образом... То есть нет никаких механизмов перекачки ресурсов до этих людей? Нет, вы знаете, даже летом было раньше легче работать, потому что они как-то, видимо, уезжали куда-то. Чем вы это объясните? Почему их число так растет? Потому что у них нет работы. Вот действительно половина из них говорит, мать, дай любую работу, любую. Ну, раньше же была какая-то работа, там, 10-20 лет назад. Собственно, список работ. Что произошла такая специализация, вот этот вот мелкий ручной труд, он вытесняется? Вы поймите, что они приехали, мы говорим сейчас о бездомных, о безработных. Это Липецк, это Великий Новгород, это Брянск, это, в общем, вот какие-то города, в которых были, городообразующие предприятия, фабрики и заводы, больше, чем половина из них закрыты. На части из них работают люди, кому можно платить намного дешевле, чем им. И в дворники их тоже уже не берут. Поэтому вот закрытие, знаете, кто это люди? Это люди, которые вот не вписались когда-то вот в эту перестройку. Это возраст от 40 до 55 лет. Редко 60, потому что уже умирают они. Которые были инженерами, которые были, кем-то они были. И вот завод закрылся, фабрика закрылась, колхозы закрылись, это разорилось, да и колхоза нет, как они пишут уже в письмах. То есть это вот эта вот средняя Россия, которая едет в Москву, оседает на вокзалах. Она не оседает на вокзалах, она ночует на вокзалах. И она все-таки ищет себе работу, которых очень часто обманывают. Потому что существуют целые фирмы подпольные, знаете, которые говорят, ну хорошо, вот они набирают строительную бригаду, отнимают документы, и они доверчиво отдают документы. Я не идеализирую бездомных. Я понимаю, что среди них есть люди сложные и подлые, даже иногда, да. Но я вам рисую средние, у меня про средние спрашивают, я вам про средние объясняю. Да, часть из них, совершенно честно, приехали сюда, работают, которые здесь обворовали. Или он приехал сюда, чтобы отплатить кредит. Мы сказали, в Москве очень много заработка, поезжай. Вот он стал с нищим. Стали нищим. Ну то есть каких-то из них вот мы видим на этих настроительных рынках, где они стоят как рабы, где их сотнями берут, закладывают в автобусы. И так далее. Ну да, это ведь, я думаю, не только перестройка, это продолжающаяся депопуляция. То, что вот, скажем, сейчас едешь по Средней России, видишь совершенно вымершие города и деревья. Вот они оттуда перенесли сюда в какой-то надежде, что это получилось. Чтобы выжить на улице, надо измениться очень сильно. Потому что нет места, где тебя реабилитируют или скажут, давай вот иди на эту работу или на эту работу. И, знаете, вообще вот сейчас разделять их очень трудно, потому что когда вот они стоят, да, зимой, вот эти толпы, и вот я вижу, вот этот освободился, о чем они радостно сообщают. Уже сейчас пошли те, которые освободились, когда я начинала работать. Он отсидел свои пять лет и кричит, Лиза, я откинулся, поздравь меня. Рядом с ним стоят вот эти несчастные деды, бывшие военные, трагические судьбы у бывших военных, которые служили в Туркмении. Вы знаете, вот там ничего нет, ни квартир, ничего. Часть из них, даже не буду говорить, что с ними происходит, мне их больше всего жалко, потому что они самые безответные и самые брошенные. Ну там же вообще еще была политика выдавливания русских. Тот же из Туркменистана, и там собирались в три дня. У нас очень много. Вот у меня сейчас настоящий момент женщина из Туркменистана, у которой папа был военный, они жили в военном городке, и она полукровка, отец русский, а мать туркменка, или наоборот, она знает только русский язык. Ей 47 лет, ее отовсюду уволили, она больна раком. У нее, кроме справки о том, что она беженка, ничего нет. Ее нигде не лечит. Вот понимаете, вот так. Вот это, Галидия, она не имеет права на медицинскую помощь? По жизненным показаниям. Только по жизненным. А рак в данном случае? А остальные, в каком случае бомж, ну, бомж бездомный, вы, кстати, их не называете бомжами, да? Никак, да. Да, это милицейская такая аббревиатура. Да. Бездомный. В каком случае бездомный имеет право на медицинскую помощь, если есть полисы? Согласно закону нашему, если он имеет полис, у него такие же права, как у меня с вами. А как они могут получить полис? Получить документы? Зарегистрироваться где-нибудь и пойти получить медицинскую помощь. Ну, это же самое сложное, зарегистрироваться где-нибудь, кто им может предоставить? Регистрируют приюты. Приют регистрируют. То есть вот эта вот цепочка хотя бы минимальная... Сколько они регистрируют, я не знаю, но во всяком случае они регистрируют, должны регистрировать. С кем они в основном общаются из государства? Милиция, приюты? Милиция сейчас стала почему-то добрее к ним. Гораздо жестче было, когда я начинала. Очень были часто избиты дубинками. Я не знаю, это реформа или они им просто надоели. Но сейчас на полицейских нету жалоб. Раньше каждая вторая травма была получена дубинкой или сапогом. Ну, в принципе, отношения милиции с ними что-то... Ну, не знаю, если какой-то конфликт, если какие-то люди там, не знаю, говорят, что вот здесь у нас бездомные лежат в подъезде или где-то еще. Милиция приезжает по таким вещам? Существует программа «Социальный патруль», которая заберет бездомного. И если он хочет, то она доставит его в приют. Но, к сожалению, если только бездомный действительно сам этого хочет. Либо «Социальный патруль» туда доедет. Сейчас много тем обговаривается, много машин, мало толку. Знаете, я думаю, что... А вообще в целом есть какая-то единая целостная политика? Городская или, ну уж не говорю, федеральная по отношению к этим людям? Знаете, скажем, удивительную вещь, что да, есть. Я не узнала, наверное, месяца три назад, когда было на заседании, где собрали всех, кто с бездомными работает. И вот новые люди, которые пришли, то есть он очень правильно как-то видит ситуацию. А самое главное, что он видит бездомного человеком, а не безликим существом. Но, к сожалению, да, я должна заметить, что в том же департаменте, где работает вот один прогрессивный, есть один очень регрессивный, который уже, он просто ненавидит их. Вот он делает такие вещи, что мне кажется, что зачем ненавидеть свою работу уже куда-нибудь, торгуй колбасой, арина богатых. Вот я бы просто убирала безжалостно бы таких людей, вот оставляла позитивных каких-то, которые относятся. Я не говорю, я же не призываю их любить, хотя бы не измываться над ними. И вот удивительно, что в том департаменте сидит нормальный, новенький совсем, не знаю, какой он будет, ток появился, и второй сидит. Который готов уничтожить. А в чем эта политика заключается государственная? Ну, как они сейчас стремятся, как я понимаю, их реальность. Знаете что, я не работаю за государством. Поэтому, как я скажу, что, значит, вот сейчас, когда сменилось немножечко, вот этот хороший, позитивный мальчик туда пришел, какой-то контакт появился. И они, ну, самое главное, не препятствуют нашей работе. То есть не мешают кормить, не мешают оказывать помощь, не мешают отправлять домой, не мешают помогать малоимущим. То есть никаких претензий пока нет. И второе, они стали советоваться. Ну, а как вы видите решение? Я говорю, создание реабилитационных центров. Даже на базе той же туберкулезной больницы, где они проходят лечение, не меньше одного года, можно сделать какие-то элементарные трудовые мастерские, в которых они могут, да, возобновлять. Они же все слесари, токари. Вы поймите, они с заводов, большинство из них. И даже вышедшие из тюрем, которые не имеют специального образования, они тоже научились что-то делать. Если женщина, она умеет шить. Если мужчина, он умеет что-то колотить. Так почему же это не делать в центрах реабилитационных? Ну, их нет. Есть огромные площади, огромные площади, колоссальные, которые не заняты абсолютно ничем. Место, где можно не всех, да, ну, хоть какую-то часть. Здесь за каждую жизнь надо бороться. За каждую. Ну, сейчас государство, как я понимаю, делает какие-то меры по их регистрации, там, так, телоскопии. Да, они готовят чудовищный закон. Мы видели законопроект и обсудили. То есть там нарушаются все права. Вот если сейчас проведут законопроект, я даже цитировать вам не буду, который, как вы правильно сказали, убрать глаз долой. Вот это будет проталкиваться осенью, как я понимаю. То есть в этом смысле они нацелены не на адаптацию и реабилитацию, а на изоляцию. Да, именно на изоляцию, что абсолютно бесполезно, как большинство из принятых здесь законов, потому что они все равно вернутся. Ведь вы поймите, нет ни одной страны в мире, где эта проблема решена. Но нету. Они были, есть и будут. Ну да, здесь напоминает тоже, что мы уже частично говорили, с тюрьмой как-то так получается, что вот эти наши заведения, ни одно из них не направлено на реабилитацию. Да, у нас не реабилитационное правосудие, а пенитенциарное. И то же самое у нас помощь бездомным и нищим людям не реабилитационная, а тоже, так сказать, государство берет курс на изоляцию. Ну вот это как раз повод поговорить о, что ли, такой социал-дарвинистской сущности нынешнего нашего государства и общества, что мы сделаем после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня с доктором Лизой, Елизаветой Глинка, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Ну вот мы подошли к самому сложному, наверное, вопросу о том, что произошло с нашим обществом и что, собственно, происходит с нашим социальным государством. Куда делся весь этот чеховский человек с молоточком, куда ушла всемирная отзывчивость, куда ушла вся вот эта вот мифология невероятной душевности русского народа о помощи сирым и убогим, о том, как приютить Юродиова. Вот в этом отношении что-то осталось или общество настолько распалось, что вот эти люди полностью предоставлены сами себе? Осталось. Осталось. И вы знаете, удивительную вещь я заметила по помогающим, по тем людям, которые помогают. Это пенсионеры, либо это дети войны. Это 32-й, 35-й, 40-й год рождения. То есть дети, которые обрывками... Ну, то есть старшее поколение, которые питали это вот гуманитарное... И вот они приносят хлеб, они приносят еду, и они говорят, что... Я помню, когда мама наша во время эвакуации, детские какие-то воспоминания, просила хлеба. И как это было? Это не было стыдно, это было ужасно, потому что мы очень хотели кушать. И поэтому я, говорит, никому не отказывают, я наперенусь у женщин. И она не одна такая, даже не две, даже не десять. То есть вот эти дворы мои рядом с подвалом, в котором я работаю, то есть пенсионеры, знаю тоже, и издалека, издалека приезжают. Это люди, которым сейчас 75 и больше лет. Вот. И вот молодежь, которая вдохновилась таким деланием добрых дел. Знаете, когда после пожаров, после этого лета 2010 года. Крымск. Крымск уже был на волне в 2010-м. Сначала мы горели, потом мы утонули. А вот когда в 2010-м тот поток, который пришел помогать, он остался. И они, я вам скажу, что удивительное дело, что после 2010 года я практически ничего не, знаете, покупаю впрок. У меня мало места. И я говорю, что если у меня закончится молоко, сгущенка, да, или еще что-нибудь, то я знаю, что если я напишу, обязательно принесут. Если не пенсионеры, то вот эти люди. А вы какой-то клич кидаете? У вас какой-то сайт есть, анонс какой-то? Твиттер. Через ваш твитр просто. Через твиттер, да. Я пишу, у меня кончится, потому что кончается что-то по-разному. Если много перевязок, кончается перевязочный материал. Если много голодных, то кончается еда и так далее. Ну, в целом, вы видите некое такое черствение, огрубление общества? Вот за последствия смотреть, сколько вы, вы уже больше 10 лет, по-моему, занимаетесь, да? Хосписами я занимаюсь 24 года, а... Помощи бездомным. Седьмой год пошел. Седьмой год. Седьмой год. Ну, вот о хосписах мы еще найдем, сейчас время поговорить. А вот что касается помощи бездомным, отношения к ним общества, вот скажем, за 10 лет изменилось что-то? В хорошую сторону изменилось. Изменилось, то есть общество где-то становится добрее. То есть существенно. Когда я начинала, они были изгои. Сейчас они изгои, но уже не такие. Ну, не такие. Но все равно все-таки это... Есть же столько. ...добуется слушать об актах насилия. Они только акты насилия. Поджигают их? Поджигают, бьют. Это есть. Но сейчас, знаете, об этом как-то даже... Вот у меня пишут, у меня есть... Я всегда, поскольку это открытое было послание, есть такая партия, вы знаете, большая, крупная. И у них есть идеолог, фамилия Рашко, который открыто призывает уничтожить бездомных. Открыто. Он говорит, что их надо уничтожать, как источник инфекции. Вот. И разнос вот всего. И нет еще уголовных дел, никто не подал заявление в прокуратуру? А он под угрозой имел в виду не физическое уничтожение, а другое. Никогда ничего не будет. И вот этот Рашко пишет, его попросили замолчать один раз, просили второй раз. И он действительно... Я просто его забанила, что не знаю, сейчас пишет он или нет. Но, тем не менее, это его позиция, что они мрази, а я суперчеловек. И, знаете, вот всем, кто говорит, что я не допущу такой ситуации. Тут удивительно, что именно у этой партии именно такая позиция. Вот. И всем, кто... Ну, это название, наверное, только партия. Это же не зарегистрировано. Ах, они... Нет, ну, больные люди в гораздо большей степени больные, чем те, с кем вам доводятся иметь дело. Да, они более нормальны, чем, знаете, некоторые идеологи, которых приводится слышать. Я повторяю, что у меня нет ни одной специальности, которой бы не было среди здоровых людей. Ни одной. Не была бы представлена. Ну, вот то, что вы говорите, конечно, очень отрадно слышать, потому что вот я так печально гляжу на наше поколение. Вот особенно, ну, так скажем, те, кто вошел в жизнь в 90-е годы. То есть я вижу такие очень сильные черты дарвинизма и опоры на собственные силы, и человек должен выживать сам, и ты сам виноват в своих... Ну, даже, понимаете, глядя на нынешний наш язык, и вот те вот фразы, которые появляются, да, это твои проблемы, так сказать, не грузи меня своими проблемами, как позитивно говорят, человек и не грузит. То есть не рассказывает о своих проблемах. То есть произошла такая, мне кажется, социальная атомизация. В этом вы тоже правы. Это тоже есть, но, наверное, мне просто повезло с людьми. Нет, ну, вот я, может быть, несколько абстрактно наблюдаю это, говорю, как человек, находящийся на переднем крае, да, работая с жертвами этой самой атомизации, вот я очень рад от вас услышать то, что, может быть, происходят какие-то такие позитивные, теплые сдвиги в обществе. Но все равно какая-то, видимо, брезгливость остается. Я даже читал, что вот бывает на вас даже это проецирует, что вы так работаете с бомжами, так сказать, и люди спрашивают, а ты сейчас от них или как-то еще. Да, есть такой момент. Что, так сказать, исключить контакт. Да. Ну, вот это вот какая-то, да, у нас очень странная такая, у нас общество в этом отношении какое-то очень суеверное и очень такой неправильный чистоплюйский. И это, кстати, меня подводит к другой теме, о которой я хотел поговорить в контексте нашего разговора об отверженных. Тема рака. Вот точно так же я нахожу какую-то невероятную табуированность вот этой всей раковой темы. Всех неизлечимых заболеваний. Не только рак. Спид, рак, рассеянный склероз. Это рак, с чего, вы знаете, как-то есть марафоны. Вы хоть один марафон в пользу неизлечимых больных видели, вообще не умирающих от рака. Посмотреть нашу благотворительность, у нас только от рака умирают. А умирают не только от рака. А это табуированная форма, это совершенно никому не нужные люди. В чем такое ощущение, что вот... Закрытые люди. Дети, о детях много говорят, а вот те, кто взрослые даже... Это забытое. Это забытое. У нас горы писем, горы от неизлечимых больных людей, которые тоже имеют какой-то хоть крохотный доступ в интернет, смотрят по телевизору. Читать это невозможно. Просто невозможно читать. И я даже иногда... Я уже всегда говорю, что есть письма, которые я даже не могу цитировать. И есть фотографии, которые я не могу показывать. Понимаете, в них нет... В моих пациентах нет вот этой сладости, нет вот этой радости никаких, вы знаете, я не могу сказать, ах, как Володя обрадовался, потому что у меня много Володей и Коль, не доживет до этой помощи, либо не ощутит этой радости. Понимаете, поэтому... Вот это большие, вот всегда ругают Запад, да, и кричат там у вас там в Штатах, а там вот действительно на каждой... Ну, как вам сказать, нет привилегий умирающих от рака и нет привилегий умирающих, например, от другого неизлечимого заболевания. Ну, то есть там все болезни равны. Там хоспис для всех. И там люди равны. Ну, и там, по-моему, нет такого отторжения общества, нет такой стигматизации вот этих вот больных. Там как бы всегда больному, инвалиду стремятся протянуть руку и помочь. Да. А у нас как бы брезгует... Из Москвы более-менее, более-менее. То, что творится в регионах, это... Почему это так в России? Вот такое... Почему в России так тяжело быть больной? Да потому что у нас чиновники всегда лучше знают, чего хочет больной. Понимаете? Вот у меня сейчас живет женщина, которой 87 лет. Она из Пензенской области, у которой сгорел дом. Она больна диабетом, ну, достаточно сохранна для своего возраста. И вот эта женщина приехала на прием к Путину для того, чтобы объяснить, что она не хочет идти в дом престарелых, а хочет, чтобы ей помогли восстановить дом, который у нее сгорел. И она кос, она говорит, она всю жизнь кос держала. А кос я сама. И вот ее, она говорит, я дважды пострадавшая. Меня раскулачили, папу. А сейчас у меня дом сгорел. И ей сказал, вот, помощник губернатора Пензенской области. Он сказал, ну, Сергеевна, вам лет-то сколько, вы извините. А она говорит, мне 87. А он говорит, так вот дом престарелых, давай туда, и нечего, кочевряжется. Поняла? И она поехала сюда, к Путину. От Путина привеком, попала в наш фонд. И вот она живет сейчас до сих пор, и она говорит, ну, вот скажи, почему меня никто не понимает. Она абсолютно, вот, честное слово, не память, вот точно лучше моей, не знаю, как пожарила. А кос там оставила, в Пензе? Козы сгорели. Ах, все в пожаре. Ах, вот все в пожаре. Все в пожаре. И она говорит, вот ты мне скажи, Петровна, почему мне всю жизнь заставляли, да? А я хочу, говорит, восстановить. Мне только туда газ, чтобы я смогла там перезимовать. Но ведь вот губернатор Пензенской области лучше знает, чего надо Александре Сергеевне 87 лет, которая сохранна, не имеет тяжелых хронических заболеваний, обслуживает себя полностью, еще и коз хочется держать. Ну, вот всю жизнь она, вот, ну, не хочет она идти в дом престарелых. Женщина живет одна. Но за нее почему-то решили. И также судьба больных, потому что какой-то чиновник решил, что вот это входит в необходимое лекарственное обеспечение, а какой-то сказал, не входит. Вот почему? И все это от равнодушия, потому что замечательно сказала моя санитарка в хосписе на Украине. Я говорю, господи, почему же здесь все через зад-то делается? Она сказала, потому что у них не болит. Вот это причина. Вот когда вы, я не предлагаю, знаете, играть в ролевые игры, примеривать на себя, что чувствует человек, который писает под себя, да, вместо того, чтобы мы встали и сказали, меня в туалет, который не может удержать это. И многие другие диагнозы. Не надо их примерять на себя. Вы просто ощутите себя. Это я к чиновникам обращаюсь. У них действительно не болит? Вы общаетесь с чиновниками? У многих не болит. Нет, я стараюсь избегать это как огня. Я вообще хочу, очень хочу уйти, вот уйти в частный, в частный, у меня не так частный фонд, но приходится. Понимаете, я хочу очень далеко от них держаться, потому что, знаете, по работе я их боюсь. Есть чиновники, которых я просто боюсь, я их физически боюсь. В частном деле, насколько вам помогает частный бизнес? Насколько велика благотворительность и как она вот за уже почти четверть века вашей работы с хосписом не изменилась? Очень хорошо, очень хорошо помогают. Они выбирают, у меня нету, знаете, такого, то есть у меня здесь, я бы сказала, и такой международный строгий подход. Я говорю, знаете, что я не буду говорить на бездомных или на что-то. Вы мне скажете, кому вы готовы помогать? Вот у меня есть такие, как Александра Сергеевна с козами. У меня есть бездомные, у меня есть умирающие, у меня есть инвалиды, неизлечимы больные. Ну и вот там еще две-три категории, да, вот они есть, которые все время пополняются. И есть те, которые говорят, выбирайте сами, есть те, которые говорят малоимущим, но только не бездомным. Лиза, все понимаю, но вот не могу. А есть, которые только бездомным. Вот, и поэтому, и я вам скажу, что, да, трудно, потому что, знаете, чем больше людей, которые помогают, то, к сожалению, еще больных прибавляется. Вот это такой феномен, который я никак не могу объяснить. Ну, поток помощи. Кто-то переводит, да, поток помощи растет, но и одновременно приходит очень много пациентов новых, которых больше, 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 больше. Когда я еще полгода назад сказала, 53 семьи, 54-ю не возьму ни за что. 165 сегодня. Малоимущие? Малоимущие. Малоимущие семьи. А церковь? Сколько помогает церковь? И вообще, вот все, с чем вы сталкиваетесь, ведь испокон века Россия очень большую роль играла церковь. Насколько велика гуманитарная и социальная роль церкви здесь? В моей жизни? Ну, с теми случаями, с которыми вы сталкивались. Нет, мне церковь не помогает, церковь, за что им благодарна, они присылают мне больных. Вот, и когда больные приходят и говорят, я говорю, вы откуда? Сейчас такое количество, что приходится спрашивать, кто прислал. Они говорят, Бог послал, и это я точно знаю, что иногда... Послали из прихода какого-то. Да, из какого-то прихода, и слава Богу, и они раздают на этом помощь церкви. И заканчивается, кроме единственного священника, который служит в царице, есть такой отец Константин, который бесплатно на протяжении четырех лет отпевает умерших моих бездомных. Вы же их хороните? Да. А если не вы, то как их хоронят? Наверное, их когда-нибудь похоронят государства. В общих могилах? Как надо. Знаете, что я даже не докапываюсь, да, это я когда вижу вот на кладбище, когда я хоронила последнюю свою бездомную, не так давно, я видела на кладбище кусок, где написано, участок захоронения неопознанных граждан. И вот это то, чего мои бездомные боятся. Они боятся этого больше, чем голода, больше, чем болезни. Они боятся вот этого участка, вот, и поэтому я хороню их, когда я знаю о смерти. И вы им как находите имя, восстанавливаете документы какие-то, справку о смерти? Потому что за шесть лет я знаю их имя. Нет, ну, полностью, вы знаете полностью каждого имя и фамилию, и, так сказать... Больше того, я их, ну, не доктилоскопирую, как наша милиция. Да. Я фотографирую каждого и обязательно подписываю. После того, как я опознала два трупа без документов, в одном случае меня спасла просто фотография моя вместе с бездомной, где мы стояли. И, слава богу, был хороший полицейский, который тоже знал ее, и таким образом мне труп отдали. И кто вам дает место на кладбище? Простите, мне никто ничего не дает. В смысле, вы покупаете на коммерческой основе? Да. Покупаете на коммерческой. И вот отец Константин единственный, кто по ним бесплатно панихиды служит. Он их отпевает, а потом служит панихиды. Затем служат панихиды. Да. А сами они верующие? Какой процент людей в этой ситуации верующие? Подавляющие. Подавляющие? Подавляющие. Они ходят в церковь? Они ходят в церковь, они крайне редко побираются. Церковь – это грех. Они говорят, мы можем себя прокормить сами. Они крайне редко побираются. То есть стоят там за подаянием. Крайне редко верующие. Они знают все праздники и поздравляют с этими праздниками. Они, знаете, удивительный народ. Они очень политизированы. И очень в теме того, что происходит. То ли они радио слушают, то ли вокзал, то ли телевизор смотрят. И они очень религиозные. Ну, обратно церковь. Вот я просто смотрю, как это на Западе. И постоянно смотришь, там, не знаю, прихожане там собирают вещи, собирают пищу. И у них обеспечивается им горячее питание. У нас что-нибудь подобное есть? Ну, у нас же есть тоже церкви, которые это делают. Это зависит от прихода? Это зависит от прихода. Я совершенно убеждена, что отец Константин достаточно далеко от меня. Я просто не доеду. Что у него легко окормляется какое-то количество бездомных. Больше того, у меня одна бездомная была у нас волонтером. Бывшая бездомная уже. Делается это в других церквях или нет? Ну, наверное, делается. То есть, есть же такой приютной, он как-то связан с храмами совершенно точно, а не православный. Другой момент, что там надо работать, а у меня товарищи, которые не могут работать, они больны. Вот. Мы просто не пересекаемся. Люди в этой ситуации обращаются к вере? Или они уже как бы изначально были верующие, или вы церковнёвлённые люди, которые вот уже попали к вам? Или вот вы видите, как, скажем, они, попав вот в эти жизненные обстоятельства, приходят? Вы знаете, я, вот на мой взгляд, без веры на улице не выживешь. А больные в хосписах? Они не всегда приходят к вере. Они нет? Нет. Как жил, так и умирает. А бедные, малоимущие? Попалом. То есть нет такой, то есть скорее это, так сказать, правило именно для бездомных, то что, так сказать, для того, чтобы дать некую, так сказать, точку опоры для вот этой вот... Бездомное большинство бездомных. Жизнь на улице. Да я тоже удивляюсь, знаете, я ни в коем случае не осуждаю священников, но я хочу сказать, что самая благодарная паста это там, на улице эти бездомные. Ну да, приедите ко мне все трождающиеся применения, блаженные нищие духом и так далее. Как они этого не замечают? Я удивляюсь, как они этого не видят. Знаете, я не... Сами священники? Ну конечно. Это потрясающе, как они не видят. Ну да. Как они празднуют Рождество, как они радуются, как они на Пасху, на Пасху совершенно чужие люди приносят нам куличей, приносят конфеты, приносят яйца. И вот мы раздаем пасхальные вот это все угощение. И как они говорят, воистину воскресе или Христос воскресе. Знаете, что редкий здоровый и богатый так искренне скажет это. То есть вы им какие-то вот, ну наверное вот эти, да, вот большие двунадесятые праздники какие-то устраиваете, да, у вас? Обязательно, обязательно. У вас приете. Ну вообще вот в вашем фонде вот люди нуждающиеся, я пытаюсь понять, как вот, как соотносятся, ну не в процентах, но основной поток помощи, который вы направляете. Это бездомные или хосписы, или малоимущие? Знаете, я стараюсь, чтобы никто не ушел все-таки обиженным. У меня среда, день для бездомных, четко, я не занимаюсь никем, кроме них в этот день. Остальные дни поделены между бездомными и малоимущими, а пятница выделена у меня для психически больных и малоимущих, которые приходят, мы сейчас каждую пятницу кормимся в фонде, мы заказываем самый настоящий кейтеринг и устраиваем ужин, и они счастливы, потому что такие блюда они никогда не ели, они общаются между собой, а поскольку, знаете, люди такие со сложным характером, они их уже в некоторые места не пускают, даже благотворительные. А я терпеливая очень, и вот поэтому я смотрю, как они сидят, это от 7 до 12 человек, они поют, они танцуют, у меня помещение, вот как две ваши комнаты, и вот такой вот стол раскладывается, и вот они сидят, они за ним кушают, и потом, возвращаясь в свои коморки, они говорят, ну, значит, на следующей неделе этим мясом ели, я хочу, чтобы вы заказали рыбу и еще что-нибудь. Есть совершенно блаженные, которые приехали, но интересно, кто видел, он такой, знаете, но вот этот день, вот именно бездомных в этот день я не кормлю в пятницу, в пятницу только малоимущие. Только малоимущие. У вас работают волонтеры в основном? Да. То есть у вас какое-то, наверное, минимальное количество людей на зарплате, там, бухгалтер, что-нибудь, да? Пять. Остальные волонтеры. Остальные волонтеры, которые вот на кормление приходят, волонтеры, и журналисты, которые снимают, вот сначала снимают сюжет, а потом приходят уже и волонтеры, потому что они привязываются к ним, потому что, ну, действительно, для каждой своя категория, которую они любят, ну, невозможно не привязываться к таким вот. Молодых много людей среди волонтеров? Подавляющее большинство. Подавляющее большинство. Молодых, да. То есть, ну да. Да, вот это, знаете, они идут на болотную, когда они заносят помощь. Когда идут обратно с болотной, они тоже заносят помощь. То есть, гражданская активность, она так или так, это как бы один и тот же контингент. Да. Ну что ж, я могу только поблагодарить вас. Вы знаете, даже не столько за то, что вы делаете, хотя это, конечно, огромно, но за ту надежду, которую вы дарите и этим людям, и нам, и мне здесь, потому что, ну так, и в этой передаче, и в том, что я, так сказать, делаю и пишу, очень часто охватывает чувство всеохватывающего такого пессимизма по отношению к нашему обществу, к нашей политике, к невозможности что-либо исправить. И вот все те позитивные вещи, о которых вы рассказали, об этих людях, о волонтерах, которые им помогают, дают какую-то надежду и возможность двигаться дальше. Спасибо. Спасибо большое, Елизавета. У нас в гостях была доктор Лиза, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь». Это была программа «Археология». Доброй ночи и удачи. Спасибо.